Субтитры создавал DimaTorzok Прежде всего от имени нашего высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского поздравить вас всех с воскресным днем, с Малой Пасхой, с успением Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы, Преснодевы Марии и с девятнадцатой годовщиной, со дня блаженной кончины нашего дорогого Батюшки Зосимы. Для нас, православных христиан, воскресение Христово – это самый главный и значимый праздник. Это праздник величественнее и больше, которого не было, нет и не будет в истории всего человечества. Господь воскрес для того, чтобы подарить каждому из нас возможность вечно радоваться вместе с Ним. Господь на кресте пролил Свою честную кровь для того, чтобы искупить первородный грех, для того, чтобы уничтожить смерть как таковую, опять же для того, чтобы мы все с вами имели величайшую возможность быть наследниками Царства Небесного. Сегодняшний воскресный день мы продолжаем праздновать праздник успения Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Преснодевы Марии, праздновать ее успение, не кончину, не смерть, а именно успение. То есть Матерь Божия, она не умерла. Матерь Божия, мы все с вами знаем из церковной истории, уснула. Уснула обыкновенным сном. И через этот сон Господь забрал ее, пречистое тело, ее святую чистейшую душу, в свои небесные обители. Забрал ее, как родную свою мать. Но мы все с вами знаем, что Матерь Божия, она является не только Матерью нашего Спасителя. Она является нашей с вами родной Матерью. Она для каждого из нас ближе по духу. Она для каждого из нас ближе к нашему сердцу, к нашему естеству, чем даже родная наша Мать, которая родила нас на этот белый свет. И празднуя праздник ее успения, мы наравне с этим Великим Двундесятым праздником, конечно же, прежде всего, прославляем ее Единородного Сына, которого она родила для спасения каждого из нас. Если на минутку мы задумаемся, как Господь мог селиться в ее утробу, ответ на этот вопрос очень прост. Видя ее неземную, нереальную чистоту, видя ее величайшее смирение и кротость, Господь возрел на нее и избрал именно ее как чистейший сосуд для того, чтобы через нее явиться всему человечеству. Не было в истории человечества ни одной женщины не будет никогда чистее, чем Царица Небесная. не было никого смиреннее, чем она. Никто не имел такой кротости, которая была у Девы Марии. И за ее веру, за ее чистоту, за ее кротость и смирение Господь избрал ее. Господь избрал ее для того, чтобы мы все с вами имели величайшую возможность вместе с нею прославлять ее возлюбленного Сына, нашего Спасителя Воскресшего. Который уже ждет каждого из нас в обители Небесной, то есть в Царстве, в Царстве Божьем, которое Господь уже уготовал каждому из нас. Но мы, живущие на земле, пока что еще, как младенцы, ползем к Небесному Царству. И в этот период, когда мы к Нему ползем, на нашем пути встречаются препятствия. Как, допустим, взять младенца, который еще не умеет ходить, и смотреть, как он ползает, только учится даже ползать. Если на его препятствии, на его пути ползания поставить какое-либо препятствие, то он не сможет его преодолеть без посторонней силы, без родительской помощи и поддержки. Только лишь с материнской или с отцовской поддержкой он может преодолеть данное то или иное препятствие. Так и мы, дорогие братья и сестры, в нашей духовной жизни, мы младенцы, мы ползем, мы карабкаемся к Богу. И на нашем пути встречаются препятствия, которые мы, как младенцы, не можем сами преодолеть. Духовных сил у нас нет для того, чтобы преодолеть эти препятствия. Поэтому мы надеемся и уповаем на кого? На Господа и на Его Пречистую Матерь. Мы уповаем на их помощь, потому что без их божественной помощи мы не сможем преодолеть никакого препятствия, которые посылает Господь каждому из нас на пути к Нему. И мы должны помнить, что мы без Бога, как говорится, не до порога. Без помощи Царицы Небесной мы не то, что не сможем доползти до Царства Небесного, а мы, самое главное, не сможем быть Его наследниками. А если мы не сможем быть наследниками Царства Небесного, то, конечно же, мы понимаем наследниками, какого места тогда мы сможем стать. Не самого хорошего места, не того местоположения, которым бы мы хотели находиться после разлучения нашей души с телом. Конечно, каждый из нас в душе христианин. Каждый из нас верит, что Господь воскрес для нашего спасения. Но вы знаете, как говорится, вера без дел мертва. Если мы не будем творить дела милосердия, если мы не будем творить дела любви по отношению к нашим близким, знакомым, родным или чужим людям, то мы не сможем довольствоваться лишь только одной верой. Одной веры мало. Нам необходимо самое главное сделать дела, которые доказывают именно нашу веру. Когда Господь воскрес, Он сказал такие слова, обращаясь к Своим ученикам и апостолам. Откуда люди будут знать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою? Любовь это та самая добродетель, без которой мы не сможем своими добрыми делами доказать нашу веру. только лишь с помощью любви мы можем преодолевать все козни, которые враг рода человеческого воздвигает на каждого из нас. Только лишь взирая на образец, которым является Царица Небесная для каждого из нас, образец скротости, чистоты, смирения и любви, только лишь взирая на нее мы можем чуточку хотя бы немножечко подражать, стремиться самое главное к образу этой чистоты, этой любви, этого смирения и этого терпения. И празднуя память успения нашей Владычицы, мы конечно же вспоминаем слова, слова, которые часто очень сейчас звучат, когда мы поем на разбив или читаем Акафию с успеньем Царицы Небесной. Слова припева для нас практически для всех уже знакомы. Радуйся, обрадованная во успении Твоем нас не оставляющая. И действительно, Матерь Божия радуется и вместе с Нею призывает каждого из нас к этой радости. А к радости какой? К радости неземных каких-то благ, неземных там увеселений, а наоборот, к той радости призывает нас Царица Небесная, которая ждет нас, к той радости, которую уготовал для нас, для каждого ее возлюбленный Сын, воскресший Господь. Господь уже сотворил радость каждому из нас. И Матерь Божия призывает к этой радости. Радуйся, обрадованная во успении Твоем нас не оставляющая. Не говорится в словах припева Акафиста смерти Твоей, а говорится во успении Твоем нас не оставляющим. То есть мы твердо понимаем, что после своего успения, после перехода к своему любимому Сыну в Горний Иерусалим Матерь Божия нас не оставляет. Она не забыла о нас. Она помнит и она видит каждого из нас. Видит нашу жизнь, хорошую или плохую. Видит наши дела, дела, которыми мы подчеркиваем либо мы верующие, тогда мы дела творим милосердия, любви, либо своими делами мы доказываем обратное, противоположное, что мы неверующие, что мы не верим во Христа. Человек, который верит в Него Воскресшего, он своими делами, поступками, своей жизнью доказывает свою любовь к Нему Воскресшему и к Его Пречистой Матери. Человек, который не верит во Христа, этот человек также своими делами, поступками показывает то, что он очень далек от Него. Хотя мы все прекрасно понимаем, что Господь воскрес есть для каждого из нас. Господь распялся на кресте для каждого из нас. Господь пролил свою честную кровь, показывая нам свою неизреченную любовь, опять же, любовь к каждому из нас. Как мы можем прожить, не поблагодарив и не выразив свою внутреннюю духовную жизнь именно в благодарении к нашему Спасителю. Мы день и ночь должны прославлять Его, благодарить Его и наравне с Ним Его Пречистую Матерь, которая подарила нам, явила всему человечеству своего возлюбленного Сына, нашего Спасителя. Человек, который, проживя на земле, на первое место жизни своей поставил воскресшего Христа, Его Пречистую Матерь и любовь к Ним, этот человек становится угодным, то есть угодником, угодником Божиим, угодником Пречистой Богородицы, этот человек доказывает своей жизнью, что он всем сердцем своим любит Пречистую Деву Марию и любит Того, Которого Она родила, Спасителя Мира. Тот человек сподобляется при жизни своей узреть уже славу Господню и благодать Божия всегда почивает на Нем. И лишь только тот человек, который не научился или не любит всем сердцем своим воскресшего Христа и его Пречистую Матерь, тот человек, к сожалению, обходится лишь своими силами. Господь такому человеку не посылает свою целебную силу Божественную. Этот человек остается один на один самим собой и со своими грехами, страстями, безумными, вредными привычками остается один на один со своей гордыней, себя любием, тщеславием, со своей коростью, со своим человекоугодием и с прочими своими страстями, которые развиваются и размножаются в его сердце и душе. Но мы все с вами являемся чадами Божьими. Мы все с вами находимся под особым покровом Царицы Небесной. И в сегодняшний день, взирая на плащаницу, на которой изображена уснувшая Матерь Божия, мы весь свой взор внутренних своих отчест, внутреннего своего состояния, своего сердца, ума, помышления обращаем к ней. К ней, как заступницы всего человечества, к ней, как к нашей родной матери, к ней, как к той, которая способна умолить своего возлюбленного сына, чтобы тот дал нам ту самую необходимую свою божественную силу для того, чтобы противостоять всем позням врага рода человеческого, для того, чтобы бороться со своей гордыней, со своим себялюбием, со своим тщеславием, со своими вредными страшными привычками, страстями и грехами, которые в нас как песка на дне морском. И поэтому в сегодняшний воскресный день мы, конечно же, прибегаем к нашей заступнице, к той, которая спешит на помощь каждому из нас, к той, которая первая слышит наше прошение, наши просьбы, наши мольбы, и та, которая действительно видимым и невидимым образом является нам скорой помощницей, скорой послушницей для каждого из нас является Царица Небесная. Сегодняшний день так совпало в этом году, что воскресный, этот праздничный день, мы празднуем девятнадцатую годовщину до дня кончины нашего дорогого и любимого Батюшки Зосима. Для каждого из нас не секрет, что в жизни своей Батюшка Зосима имел очень величайшую и очень огромную любовь к Царице Небесной. Ни для кого из нас не секрет, что праздник Ее Успение был одним из любимых праздников нашего дорогого Батюшки. И ни каждого ни для кого из нас не секрет, потому что мы все были свидетелями тех слов, которые Он произнес незадолго до Своей кончины, сказав, что Матерь Божия меня заберет на Успение. Но не в сам праздник Успения, дабы не превратить этот радостный праздник в скорбь, а после, после того, как отпразднуем Успение Царицы Небесной, этот величайший праздник, эту летнюю Пасху, Матерь Божия заберет меня к себе. И мы все с вами знаем, 29 августа 2002 год, отпраздновав праздник Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы Преснодевы Марии, причастившись к святых Христовых Таин, Батюшка Зосима, 29 августа был забран будущую жизнь наверняка самой Царицы Небесной. Потому что иначе как бы человек мог так четко, так точно изложить полностью день своего отхода в вечность. Человеку, который не живет со Христом, человек, который не любит Пречистую Божию Матерь, он не может даже сказать того, что его ждет через 5, 10, 15 минут. Он не может и представить, что его ждет завтра, или через неделю, или через год. Но когда человек с такой точностью чуть ли не поминутно раскладывает полностью расписание своей жизни, расписание именно последних дней, последних часов своей жизни, то это говорит о том, что этот человек непростой человек, это человек любимец Пресвятой Владычицы, это человек, который на первое место в жизни своей поставил любовь к ней и к ее возлюбленному сыну, к нашему Спасителю. И действительно из истории церкви мы же прекрасно все с вами знаем, что все угодники Божии, которые любили Царицу Небесную, все те, которых Церковь прославила и еще множество тех, которых Церковь еще не прославила, все те, которые ставили ее на первое место жизни своей, все те, которые обращали в свой зор, свои молитвы, свои все чувства воздыхания именно ей, Матерь Божия не оставила никого. И самое главное, мы знаем, что она не оставляет никого ни в этой временной земной жизни, и самое главное, не в жизни будущей. В жизни будущей, которую Господь угодовал уже для каждого из нас, Матерь Божия будет играть ключевую роль, роль в деле нашего спасения. И только лишь тот человек, который поставит ее на первое место жизни своей земной и, естественно, наравне с ней ее возлюбленного сына, только тот человек может твердую иметь уверенность в том, что она, когда придет время, оно обязательно придет для каждого из нас, сыграет именно ту самую ключевую роль в деле нашего спасения, в деле нашей будущей участи Царства Небесных. Поэтому дай Господи нам всем, дорогие братья и сестры, где бы мы ни находились, где бы мы ни жили, в каких бы условиях мы ни пребывали, всегда помнить, что Матерь Божия призывает нас к радости, Матерь Божия показывает нам, что и мы должны всегда радоваться. Не сказано в словах акафиста, что унывай обрадованное, радуйся обрадованное. И самое главное, что во успении Твоем нас не оставляющие. И мы все верим, глубоко верим, что за ту любовь, которая будет у нас к Царице Небесной, самое главное, Матерь Божия не оставит нас в будущей жизни. И мы прекрасно знаем это с ее слов, когда после того, как она сподобилась быть воскреснутой, она явилась своим ученикам, апостолам Христовым, когда они находились в горнице, разверглась крыша, кровля этого места, и Матерь Божия явилась сонмом ангелов и архангелов, херувимов и серафимов во славе вечной. И, обратившись к апостолам, сказала, «Аз, буду всегда с вами во все дни до скончания века, пока они жили на земле». Но самое главное, что если будем иметь любовь к ней, Матерь Божия будет с нами не только до скончания сего земного века, а самое главное, она будет с нами в будущей жизни уже вечной, бесконечной, которой нет предела. Там, где мы будем с вами иметь величайшую возможность прославлять ее и ее единородного Сына в Троице Святой Славе Могу и поклоняем нашего Спасителя, Которому подобает всякая слава, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры. Храни вас всех, Господь. Аминь.